Добрый вечер! В эфире телеканала Репортёр 73. Программа «Разберёмся». Сегодня мы будем говорить о культуре Ульяновской области, о культуре и не только. Неделю нацпроекта «Культура» в понедельник ее итоги подвел губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на выездном совещании в Чердаклах. И там много интересных моментов прозвучало. В частности, было предложено объявить 21-й год в Ульяновской области годом музеев. А 20-й год в муниципальном образовании Чердаклинский район провести, так сказать, тест этого мероприятия, посмотреть, как все это будет работать. Об этом и не только об этом говорим с гостями нашей студии. Сегодня с нами Анна Васильевна Дорникова, начальник отдела материально-технического обеспечения Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области. Светлана Валентиновна Нагадкина, директора Дворца книги Ульяновской областной научной библиотеки имени Ленина. Здравствуйте. Юлия Юрьевна Гаврилова, заслуженный работник культуры Ульяновской области, директор областной детской школы искусств. И Дарья Александровна Карепова, заведующая отделом природы Ульяновского областного критического музея имени Гончарова. Дарья Александровна, первый вопрос к вам. Сергей Иванович предложил, как музеи на это отреагировали. 2021 год, то есть целый год, год музеев в Ульяновской области. За 2020 год нужно все протестировать в Чердоклинском районе. Как вы считаете, готов ли Чердоклинский район и готовы ли в целом музеи в Ульяновской области к такому большому событию? Конечно, да. Мы в Чердоклинском районе уже собирались с коллегами. И нас обрадовало то, что там на местах эта инициатива была полностью поддержана. А это прекрасно, когда инициатива спускается не сверху, а даже, может быть, вот Чердоклинский район, они же сами изъявили желание сделать так, чтобы у них был такой тестовый год. А для нас, конечно, приятно, если отдельный год будет посвящен нашим учреждениям, потому что все-таки наше учреждение культуры рассчитано на то, чтобы как можно больше людей узнали о мероприятиях, которые у нас проводятся, как можно больше приходило к нам. И поэтому, когда будет больше внимания к нам в течение целого года, конечно, это нам очень интересно. Нам, грубо говоря, только на руку. И потом этот год предполагает все-таки дополнительные программы, дополнительное финансирование, дополнительное привлечение посетителей к нам. И это новые ресурсы для нас, поэтому музейщики только за. Понятно, хорошо. Спасибо огромное, Анна Васильевна. А теперь давайте в целом. Вот неделя прошла, нацпроект «Культура». Понятно, что не за неделю, наверное, даже итоги подводили, да, как она выстрелила. По-моему, никого особо сильно не ругали и только, наоборот, фонтанировали различными проектами. Скажите поподробнее, к чему пришли. Как раз не подводились итоги недели, а подводились промежуточные итоги реализации самого проекта. Потому что проект начал существовать с 2019 года. Его жизнь продлится в течение пяти лет до 2024. И это все вот на этот период у нас масса планов в рамках национального проекта «Культура», так же, как и, наверное, во всех других направлениях и отраслях. Если говорить непосредственно о нашем национальном проекте, то здесь, конечно, необходимо в первую очередь обозначить, что мы в рамках проекта должны обеспечить максимальную доступность населению к услугам, вообще к культурным ценностям. И еще одна из главных задач, наверное, все-таки вовлечь не в качестве пассивных наблюдателей, а активных, наверное, делателей культуры на само население. Поэтому, конечно, если говорить о развитии этого проекта, он предполагает, ну, мне, как, наверное, специалисту материально-технического обеспечения, конечно, ближе направление «Культурная среда». Но сам проект, он предполагает три направления. Это культурная среда, создание инфраструктуры, вернее, ее, наверное, развитие, осовременивание вот этой культурной среды. Второе направление – это творческие люди. Это направление, оно предполагает поддержку различного рода инициатив в сфере культуры, поддержку талантливых людей. И третье направление – это цифровая культура, которая предполагает цифровизацию отрасли культуры. Вот, наверное, широкое внедрение информационных технологий, начиная от внедрения технологий, опять же, в музейную деятельность в качестве гидов и дополненной какой-то виртуальной реальности. Такие проекты существуют на сегодня. Вот, формирование таких вот выставочных пространств. Кроме того, предполагается создание виртуальных концертных залов. На сегодняшний день у нас один концертный зал виртуальный существует в Ленинском мемориале. Второй мы будем открывать буквально на днях. Димитровградском музыкальном колледже. И, в принципе, предполагается шесть вот таких, простите, шесть цифровых кинозалов, ну и достаточно большое количество вот этих виртуальных концертных залов именно на различных площадках для того, чтобы обеспечить населению доступ к высококачественной концертной музыке именно консерваторского уровня. А население того хочет? Ну, наверное, хочет. А то, знаете, придем, а там никто не ждет. Нет, ну мы же тоже не можем так с уверенностью сказать, хотим мы этого или нет, если мы этого не попробовали. Вот такие начинания, они имеют место быть. Эти начинания инициированы Министерством культуры Российской Федерации. Вот непосредственно, если говорить о виртуальных концертных залах, это как раз инициатива Министерства культуры Российской Федерации внедряется на территории всей страны. И мы как бы поддержали эту инициативу, являемся активными участниками данного направления. Ну посмотрим, как там, как пойдет, как зайдет. Хорошо, спасибо огромное. Сейчас Светлана Валентиновна подключу к нашему диалогу. Цифровизация. Прозвучало слово «книга». Она давно уходит в цифру. Вот у меня лично это электронная книга. Я все свои книги подарил библиотекам. Оставил себе только коллекционные издания. Но и в библиотеках тоже книги оцифровывают. И в рамках национального проекта «Культура» существует подпроект, так понимаю, модельные библиотеки. Угу, существует. Когда мы сделали про них сюжет, нам зрители стали писать в комментариях, наверное, модульные, вы имеете в виду, нет, модельные. Вот сейчас подробнее о них расскажите, почему же они все-таки модельные. И что за модель выбрана за основу? Да, Министерство культуры Российской Федерации и правительство России вышло с такой инициативой, чтобы выделить деньги на создание модельных именно библиотек. То есть определена модель, какая должна быть новая современная библиотека. Они должны быть, как бы, каждая сельская библиотека должна ориентироваться на то, какая она новая современная библиотека, с новыми формами работы, с новыми ремонтами, новой техникой, которая будет с выходом в интернет. И всегда можно, как бы, при присутствии книг традиционных, можно будет скачать и электронную книгу, иметь доступ. Потому что вы понимаете, что население очень большие фонды, а, как говорится, читательские запросы очень большие. Например, есть такая национальная электронная библиотека, там сейчас 5 миллионов документов. Поэтому через любую модельную библиотеку к этому ресурсу можно будет получить доступ. И выделяются средства финансовые, чтобы такие библиотеки были. Ульяновская область вступила в этот проект. Мы написали 11 заявок, отправили эти заявки. И три из библиотек у нас победили. Что нам очень отрадно, это Центральная городская библиотека города Ульяновска, Детская библиотека города Димитровграда и Детская библиотека Сызрани. О, извините, Сенгелея. Вот я думал, мы уже присоединили к себе потихоньку. Нет, Сенгелея. Очень приятно, что детские библиотеки вошли в этот проект. И там тоже есть градация по финансам. То есть на Центральную библиотеку выделяется 10 миллионов рублей, на Детской библиотеке выделяется по 5 миллионов рублей. На что можно потратить эти федеральные средства? Значит, можно сделать косметический ремонт библиотеки. То есть все там какие-то перестройки, снос стен или перенос стен, там новые окна, это все делается за свой бюджет областной, муниципальный. А вот косметический уже ремонт там с различными нововведениями, различными стенами, окрасом стен, там зеленый, желтый, красный, то, что привлекает внимание, это уже можно делать все за федеральные деньги. Соответственно, еще в эти деньги входит покупка нового оборудования современного. То есть там и телевизоры, и различные музыкальные инструменты. И у каждой библиотеки есть своя концепция. То есть для того, чтобы войти в этот проект, необходимо написать концепцию, разработать смету. И вот наши три библиотеки победили, при том, что с хорошими результатами, с 200 возможных, город набрал 189 баллов, а Сингелей набрал 180 баллов. Это будут совершенно новые библиотеки. Сингелей, например, он чем интересен? Они всю свою концепцию построили на их национальном парке «Сингелеевские горы». То есть там и картинки совершенно фантастические. Они, у них такое помещение, так сказать, не очень большое, но вот при новом проекте это выглядит просто фантастически. Кажется у них, что вот стены раздвинулись, и там может находиться сразу, я не знаю, там тысячи человек точно. То есть у них там и зона для детей, и зона для музыкантов. Я вас помню, пометку делаем. Едем в Сингеле и смотрим место. Сингеле обязательно. Давайте к ним попозже вернемся. Сейчас Юлию Юрьевну подключим. Юлия Юрьевна, «Дельфийские игры». И вот сейчас о победах речь зашла, что у нас библиотеки победили. Мы и в «Дельфийских играх» побеждаем, насколько мне известно. Конечно. Что у нас в 2019 году-то происходит в этом направлении? В 2019 году юбилейные движения в нашем регионе отмечают такой небольшой юбилей – 10 лет. Поэтому вот пользуясь случаем, 1 ноября 2019 года в Большом зале Дворца культуры «Губернаторский» мы проводим торжественную церемонию открытия. И мы очень ждем, и в принципе согласие получено, главы Национального дельфийского комитета России, господина Понявина. Он уже дал свое согласие на присутствие на торжественной церемонии. Для нас это почетно и важно. Вот уровень такого гостя, причем главы Национального дельфийского движения по всей стране, принимать у себя на территории региона. Для нас это очень ответственно. А так вот, если мы начали разговоры о победах, то да. Традиционно золотые медалисты нашего регионального отборочного тура принимают участие вовсе российских дельфийских играх. И ежегодно мы привозим оттуда, ну понятно, что не всей команды и золотую медаль, но по тем номинациям, в которых мы принимаем участие, как правило, это медали. Бронза, серебро, золото и дипломанты. Игр, в общем, каждый год мы ездим результативно. Золотые победители региональных игр на общероссийских играх. И не могу не сказать, конечно, о таких крупных и значимых коллективах, творческих в нашем регионе. Все мы знаем прекрасно эстрадный балет «Экситон». Вот этот балет становился аж дважды золотым призером всероссийских дельфийских игр. Мы очень его уважаем, ждем его заявку на нынешние дельфийские игры. Ну почему бы нет на региональном отборе. Нас очень радует фольклор и народные движения, которые в нашем регионе очень представлены здорово, классно, профессионально. И, думаю, считаю, что правильно. Это народный коллектив «Ладанка», Центр народной культуры, фольклорный коллектив. И хореографический коллектив тоже народного направления, народного танца «Волжанка» при Ульянском колледже культуры и искусства. Они тоже обладатели золотых медалей. В общем, нам есть чем гордиться. Нам есть, что показывать на всероссийском уровне. И я думаю, что предстоящие десятые юбилейные игры как убедят нас в том, что эти звезды остаются звездами профессиональными, так и выявят нам новые таланты, каких-то новых звездочек мы увидим на конкурсных площадках. Хорошо. Вернемся к играм чуть позже. Сейчас к Дарье, которая на столе расположила некий прибор. Что это такое? Я так понимаю, это тоже последствия цифровизации глобальной. Да, мы этому очень рады, потому что каждый год музейщики нашего региона ездят в Москву на очень большой фестиваль международный, он называется «Интермузей». И там все музейщики делятся своими последними достижениями. Люди, которые занимаются техникой, делятся достижениями, что они для музейщиков придумали. И мы каждый год смотрим на аудиогиды, которые там работают. Аудиогиды есть во многих музеях, но за время работы нашей на интермузее мы поняли, какие они нам нужны. И вот наконец-то появились такие аудиогиды, которые мы и хотели, которые удобно держать в руках. То есть они придуманы для того, чтобы не быть красивыми. Ты смотришь на них, и прямо вот они красивые. Пусть они на первый взгляд кажутся такими не очень дизайнерски продуманными, но мы понимаем, что они очень практичны с таким ударно прочным даже корпусом. И эти аудиогиды позволяют накапливать большое количество информации, которую мы можем использовать в нашей экспозиции. Ну вот, например, мы даже специально, когда я сюда шла, выбрали из множества звуков, которые мы сюда закачали, один из голосов птицы. Вот я вам предлагаю сейчас послушать. Ну потому что, когда мы ребенку говорим, что вот эта чайка, ее называют хохотунья. Они говорят, а почему хохотунья? И вот, собственно, мы им говорим, нажмите вот эту вот циферку номер 12 на нашем аудиогиде. И тогда они могут услышать, как эта птица поет, и, собственно, услышать этот голос. Похоже? Похоже, похоже. Да, и просто это вот одно из... Сейчас я дам возможность насладиться. Да, и здесь, в этом аудиогиде, вот этот звук, он входит в папку, которая называется «Звуки живой природы». Это у нас есть отдельное разработанное занятие, где вот наш сотрудник, Станислав Стрюков, кстати, он сейчас, прям буквально час тому назад, читал кандидатскую диссертацию в Пензе. Вот. То есть он такой хороший-хороший специалист. И была подобрана целая серия вот этих звуков, которые мы детей знакомим в экспозиции, вот эти животные, и как они там, какие звуки издают. Но не просто даем им послушать, да, чтобы они видели, как, ну, слышали, как там разные животные, птицы, даже насекомые, рыбы, лягушки издают звуки, но и объясняем, что есть разные же, да, они общаются друг с другом, какие-то звуки агрессии, какие-то звуки наоборот говорят о том, что там животное какие-то прекрасные, приятные чувства хочет выразить. Вот, поэтому очень интересное занятие, которое длится 45 минут. И раньше нам, когда мы проводили это занятие, приходилось угадывать так, чтобы в это время в зале никого не было. Теперь, когда у нас появляются такие технические возможности, мы можем заводить группу и спокойно проводить даже вот такое вот занятие, когда они могут в аудиогиды слушать все эти звуки. То есть наушники подключаются? 35, да, подключаются наушники. Причем к одному аудиогиду может подключиться два наушника, может слушать два человека их. Вот, и мы не будем мешать никакой группе, мы не будем мешать людям, которые одиночно приходят в экспозицию в это время, смотрят ее. Вот, ну и удобно то, что, например, они могут работать целых 12 часов, они могут работать при температуре от минус 10 до плюс 50. Мы можем их носить с собой по городу во время городских экскурсий. Вот это открывает нам такой очень большой пласт возможностей. Я сейчас заметил краем глаза, Анна Васильевна, когда я заговорил про то, что, может быть, это вот у других музеев появится, как это все сформулировать, финансово. Сразу так на меня стала смотреть и, видимо, ждет вопроса. Да, вот деньги, материально-техническая база, это же деньги в первую очередь, правильно? Есть какие-то потребности у музеев, они их выражают, создают заявки, нужно их обеспечить. Вот это является финансовым содержанием национального проекта культуры. Это то, каким образом мы создаем условия для подачи наших ценностей, то, с чего я начала. Не только строительство, ремонт объектов культуры, но и вот в рамках цифровой культуры, в рамках этого направления как раз развивается использование таких технических средств. Я так понимаю, что каждый музей, каждое учреждение культуры под себя что-то создает. Это не какой-то типовой сверху спущенный прайс лист. Это нет. Это формируется заявка непосредственно от музея или того иного учреждения культуры, именно исходя из их возможностей и потребностей. А ремонт строительства учреждений культуры в Ленинской области, что у нас будет отремонтировано в ближайшее время и что в планах по строительству? На сегодняшний день, наверное, начну с общего. На сегодняшний день в рамках национального проекта культуры на все пять лет у нас уже в планах строительства пяти объектов культуры, именно сельских объектов культуры, которые будут строиться в малых селах. И в этом году мы запускаем два новых клуба сельских в Чердаклинском районе в селе Архангельское и в среднем сантимире Новомолоклинского района. Буквально в рамках, если говорить об итогах, в рамках недели национального проекта культуры мы выезжали с осмотром этих объектов, притом не сами выезжали с осмотром как Министерство культуры, а проводили там своеобразные мастер-классы для других районов, для других управлений культуры, которые могли бы воочию убедиться, что на сегодняшний день именно в рамках этого проекта строительство новых объектов – это реальность. Что это достаточно отработанный на сегодняшний день механизм, под который выделяется финансирование всех уровней бюджета – федерального, регионального и муниципального. Естественно, софинансирование на этот проект. И если уж говорить об этих двух объектах, на сегодняшний день они практически готовы. Объем выполненных работ составляет 85-90%. И, в общем-то, он уже заключается в таком завершающем этапе. Это благоустроительные работы прилегающих территорий, установка различного рода форм архитектурных площадок и внутреннего наполнения оборудованием. Вот на этом этапе у нас сегодня строительство этих двух клубов. И на следующий год уже сделан хороший задел. Мы планируем ввод еще двух клубов сельских. Опять же, в Чердоклинском районе, но уже в селе Красный Яр. И в Меликесском районе Никольское на Черемшане. То есть, по итогам следующего года у нас фактически на территории области должно будет быть четыре новых клуба. Вот вы говорите, новые клубы. Вот вы говорите, клубы. Содержание, поддержание в порядке, возможно, строительство новых или реконструкция старых. А кто определяет, где и как они возникнут? То есть, где и как они появятся или будут реконструированы? Здесь интерес жителей. То есть, интерес жителей учитывается... Это первоочередное. Это первоочередное. То есть, это должна идти снизу инициатива. Да, безусловно. А потом уже мы, конечно, смотрим... Потому что, понимаете, без желания и инициативы населения здесь, в принципе, ничего нельзя сделать. Потому что сама подготовка на начальном этапе проектно-сметной документации, выбора этого проекта, это как раз в рамках полномочий муниципалитета. Слава Валентиновна, вот мы говорим про библиотеки, да, что они станут новыми и по этому новому образцу будут распространяться дальше по России. А востребованность у них какова? То есть, что читают сейчас? И кто читает? Молодежь вообще книгу-то любит, приходит, интересуется? Или дальше компьютера никуда не движется? Ну, мне кажется, знаете, здесь на вкус и цвет товарищей нет. Есть ребята, которые привыкли, например, скачивать из интернета книги. Есть те, кто пользуется литресом. Это как бы такая определенная, хорошая достаточно ресурс электронный для библиотек созданная. И есть национальная электронная библиотека. Она в себе содержит 5 миллионов документов, как бы там и книги, и аудиозаписи. И к ним тоже достаточно большой интерес. Книги читают. И знаете, молодежь достаточно много читает. Конечно, они читают какую-то свою новую, фэнтези очень много читают, детективы читают. Но дети очень много сейчас стали читать. Вообще вот в этом году, как бы мы недавно тоже собирались с библиотекарями, и они говорят, вот первый год, когда летом, большие запросы пошли именно на книги. То есть дети решили прочитать, видимо, все списки, которые им порекомендовали. В бумажном варианте, да. Я вас перебью, на секундочку, я просто вспомнил, мы недавно делали сюжет, был список такой вымирающих профессий до 2030 года. И вот библиотекарей там не было, но они были помечены как вот на грани, на грани. Мы позвонили библиотекарям, они сказали, мы не мамонты, мы не вымираем. Действительно, да? Вымирать не собираетесь, это точно? Вы просто идите в цифру. Мы уйдем в цифру, но я думаю, что традиционная книга останется всегда, потому что есть любители именно традиционной книги. Я вот, например, сама люблю больше читать традиционную книгу. Да, где-то там в аэропорту в очереди можно полистать электронную книгу, но больше люблю читать бумажную. И я вот, все мои знакомые точно так же. И я думаю, что многие здесь присутствующие тоже скажут, что больше читают. Да, я вот книгу Дарьи люблю читать. Там картинки очень интересные, перышки. Мы уже любили книгу с картинками. Спасибо огромное. Илья Ильевна, вы обмолвались как раз про Экситон, и когда говорили, что, может быть, они в этом году попробуют отбор региональный, я сразу подумал, а может быть, Экситон как раз это тот мастодонт в этой системе отбора, который придет и сразу, в общем-то, что выбирать? Экситон пришел. Раз. И вот такие крупные какие-то команды, которые уже выиграли в Дельфийских играх, которые, в принципе, понятно, что они могут, и могут даже гораздо больше, чем предлагается, да, там, правилами конкурса, они никак не выключаются из системы, они тоже могут всегда участвовать? Тогда расскажите, что нас ждет на Дельфийских играх в этом году? — Мы проводим игры в период с 1 по 3 ноября по 25 номинациям. Как правило, мы ориентируемся на тот перечень номинаций Национального дельфийского комитета. И я хочу сказать, что буквально еще пара-тройка номинаций, которые вообще по всей России проводятся, нам не хватает. И практически ежегодно мы эти номинации добавляем. Хочу сказать, что первые игры, вот 10 лет назад, они начинались, по-моему, с 17 или с 18 номинаций. У нас сейчас 25 и 26 будет «Защита персональных данных». Новая абсолютно номинация, это в разрезе цифровых технологий. — Ничего себе игры. — Да. Нам самим интересно и любопытно ее провести. Программными требованиями к этой номинации положено рисовать, ну, условно рисовать, да, выполнять восьмичасовой проект. Как это происходит, я не очень понимаю. Соответственно, мы сейчас прорабатываем это направление, эту номинацию с айтишниками. Как это выглядит, какая площадка подходит для проведения данной номинации в этих играх, несмотря на то, что игры творческие для творческой молодежи. Но, тем не менее, самим интересно и любопытно попробовать. Вот все остальные номинации традиционно для нас. Это очень яркие, зрелищные, такие как народный танец, современный танец, цирк, дизайн одежды. То есть это массовое что-то вот такое вот очень зрелищное. — Журналистика, по-моему, там есть. — Тележурналистика, да. И, конечно же, это традиционные инструменты. Фортепиано, скрипка, гитара, баян, балалайка. То есть вот то, с чего, в принципе, это все и начиналось. Ну, ожидаем человек 700, наверное, не меньше. Для участия в этих играх я имею в виду конкурсантов, не считая зрителей. Ну и зрителей, соответственно, больше. Потому что есть болельщики на площадках конкурсных. — Ну да, я бывал неоднократно у вас в здании и не протолкнуться, если честно. Не протолкнуться, когда здесь выступают коридоры, забитые родителями, болельщиками и поддерживающими. Спасибо огромное за ответ. Дарья, такой момент. Вот Сергей Морозов, когда в чердаклах как раз-таки о неделе нацпроекта культуры говорил, кроме того, что предложил 21-й год сделать годы музеев, он еще вспомнил про школьные музеи. Школьные музеи, где смотрителями, руководителями этих школьных музеев являются учителя истории, общество знаний иногда. И, в общем-то, посчитал наш губернатор, что недостаточно у них статус серьезный для того, чтобы школьным музеем руководить, при том, что планируется интеграция этой системы в общую систему музеев регионов. Ты как музейный работник. Твое мнение. Ну, ты и с педагогами, педагогический университет, ты с педагогами прекрасно общаешься и знаешь тоже их все настроение, чаяние. Твой взгляд на эту ситуацию? Ну, вот на примере Акшуата, потому что я сама же родилась в селе Акшуат, училась в Акшуатской сельской школе. И у нас всю жизнь там был школьный музей. И мы всегда на уроках ходили в этот школьный музей. Он нам всегда помогал быть таким дополнением к многим темам в школе. И потом этот школьный музей, он же обрел такую огромную коллекцию, развил ее. И сейчас превратился сначала в сельский музей, а сейчас уже превратился в филиал Ульяновского областного кровеческого музея. То есть это со школьного музея все началось? Да, началось все со школьного музея. И вот даже на этом примере я как бы вот с детства вижу, что вот эта проблема, которую очень часто вспоминают музеи школы, потому что же давно ведется вопрос и есть практически хорошие примеры реализации уроки в музее. И мне очень нравится, когда музей воспринимают не просто как учреждение культуры, когда можно пойти в свободное время и просто культурно обогатиться. Вот там посмотреть на какие-то красивые картины, или там отдохнуть, просто посмотреть на животных, которые там представлены. А именно когда музей воспринимают как площадку, на которой можно получить огромное дополнение к научным знаниям. То есть когда к нам приходят на тематические занятия, на тематические экскурсии, по отделу истории отдельно, по отделу природы отдельно. Причем там, например, охрана природы отдельно, есть птицы. То есть отдельные вот эти узкие темы. И в школе то же самое. То есть так же, как школьники приходят к нам в кровеческий музей, чтобы получить какие-то узкие знания, То же самое они могут получить и у себя в школе, и это только большой плюс. Поэтому, на самом деле, это отдельная тема для разговора, потому что у нас сейчас эта тема хорошо прорабатывается в Курвейческом музее, поэтому я думаю, что если вы нас пригласите, мы вам еще больше об этом расскажем. У нас остается совсем немного времени. Я предлагаю БЛИЦ-опрос, вопрос-ответ. Анна Васильевна, для вас главная перспектива развития культуры в 2020 году в Ульяновской области? — Конечно, это строительство новых объектов, ремонтные работы, безусловно. И если говорить о тех объемах, которые на сегодняшний день предусмотрены именно в рамках нацпроекта, а это уже в этом году 72 миллиона рублей, на следующий год эти цифры будут несколько выше. Кроме того, хотелось бы однозначно сказать о том проекте, который тоже у нас в рамках нацпроекта «Культура». Это реконструкция театра юного зрителя у нас планируется. Это очень крупный проект, который предполагает более 350 миллионов рублей вложений. Анна Васильевна, реконструкция и строительство. — Строительство, однозначно. — Светлана Валентиновна, для вас перспектива на 2020 год. На что вы хотите сделать ставку? — Мы хотим те библиотеки, которые нас победили, чтобы они, как говорится, реализовали свой план. Хочется, чтобы победила на следующий год больше библиотек, чем три. Ну и мы ждем подтверждения. Мы написали заявку «Книжная столица мира» на 2021 год. И ждем, что будет. Победим мы. — Ну, будем надеяться, что победим. Юлия Еревна, для вас. — Развитие новых направлений творчества в детских школах искусств. Вот мы сейчас с октября месяца у себя в школе внедряем такое новое направление, как анимация. Для музыкальной школы, для школы искусства это очень необычно. Пробуем. Если у нас все получится, можем подарить некие методические рекомендации и опыт другим ДШИ. Поэтому, наверное, нововведение. — Спасибо огромное. И Дарья Александровна. — В этом году в Кривическом музее была разработана концепция новой экспозиции. И поэтому моя мечта, что в 2020 году она будет реализована, и мы вас пригласим на открытие новой экспозиции в Кривическом музее. — Спасибо. Спасибо огромное. Уважаемые гости, к сожалению, время нашей программы истекло. И благодарю вас за участие в программе. О вас, дорогие зрители, за внимание. Напоминаю, мы говорили о культуре Вильяновской области, библиотеках, музеях и школах искусств. Всего доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин